Азан.кз представляет По воле Аллаха мы продолжаем цикл уроков по воспитанию своего нафса по книге Имама Аль-Газали Ихьяу-Лимуддин. Сегодня мы начнём новую главу книги, которая называется «Благодеяние, являющиеся причиной избавления». Если ранее мы изучали деяния, которые являются причинами бедствий, то это глава книги про деяния, которые являются причиной спасения человека. Имам Аль-Газали начинает эту главу с темы покаяния. В целом, покаяние — это самое первое действие, которое является причиной спасения, избавления человека от грехов. Именно поэтому имам Аль-Газали начинает главу с этой темы. Всё человечество является потомками Адама, алейхиссалям. Пророк Долагословит его Аллах и приветствует в хадисе, сказал, «Все сыны Адама ошибаются, а лучшим из ошибающихся являются кающиеся». То есть любой человек по своей природе ошибается, так как это было заложено в Адаме, алейхиссалям. Ведь каждый ребёнок похож на своих родителей. Адам, алейхиссалям, ошибался, потому что Аллах дал ему, как и всему человечеству, нафс. Вместе с этим создал для Адама, алейхиссалям, врага, Иблиса. Когда по причине Адама, алейхиссалям, Иблис был изгнан из рая, он дал клятву перед Аллахом. Смысл. Клянусь, я буду являться к ним с искушением и спереди, и сзади, и справа, и слева, и с любой стороны, с которой я смогу подойти к ним, пользуясь любой их неосмотрительностью или слабостью, чтобы искушать, избивать с пути благочестия и веры в тебя. Сура 7, 17 аят. Всевышний создал человека из глины. Уране Аллах сказал. Смысл. Воистину, я сотворю человека из сухой, звонкой глины, полученной из видоизменённой грязи. Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то падите перед ним ниц. Сура 15, 28 и 29 аяты. Таким образом, человеческое естество состоит с одной стороны из глины, то есть праха, а с другой стороны — из души, так как глина из земли, а земля — это и есть дуня, то человек оттянет к земле. Когда в человеке преобладает земля, он, заземляясь и грубее, принижается, не спадает. Когда преобладает душа, в человеке усиливается вера, восприятие к благому и сострадание, что возвышает человека. В целом, в человеке всегда идёт борьба этих двух сил. Адам, алейхиссалям, совершил ошибку. Иблис тоже ошибся, когда воспротивился Аллаху. Разница между ними в том, что Иблис, ослушавшись Аллаха по причине высокомерия, не покаялся. Адам, алейхиссалям же, совершив ошибку, раскаялся и умолял Аллаха простить его, сказав, «Господь наш, мы навредили самим себе и погубили наши души, ослушавшись твоего повеления. Это привело нас к потере твоего блага и рая. Если же ты не простишь наши грехи, не помилуешь нас, мы понесём тяжёлый урон». 7 сура, 23 аят. Человек, совершивший грех, как и его праотец, Адам, алейхиссалям, должен раскаяться. После своего проступка в Адаме, алейхиссалям, преобладала душа. Он раскаялся, и Всевышний Аллах простил его. Если человек совершил ошибку, то он, по примеру своего праотца, должен раскаяться в содеянном. В противном случае мы последуем примеру Иблиса. Тех, кто следует примеру Иблиса, от грехов избавит только огонь гиены. Аллах дал выбор человеку покаяться в грехах в этом мире или же очиститься от грехов огнём ада. Тауба в Исламе — покаяние, молитва Аллаху о прощении грехов. Языковой перевод слова «тауба» — возвращение. Когда человек совершает грех, то он отдаляется от Всевышнего, отклоняется от прямого пути. Своим покаянием человек возвращается в услужение своего Господа, к милости и довольству Аллаха. То есть это возвращение к Аллаху. Ведь в основе человеку следует быть рядом со своим Господом. Хура не сказана, смысл. Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. 51 сура, 56 аят. Быть с Аллахом в его услужении, его рабом — это наша основная доля. Имам Абу Хамид Аль-Газали говорил, для того, чтобы в сердце человека появилось покаяние, нужно три вещи. Знание, искреннее состояние сердца и уверенное решение, за которым последует конкретное действие. Человеку следует обладать знаниями. Что необходимо знать человеку? Пророк да благословит его Аллах и приветствует в хадисе говорил, «Тауба — это сожаление». То есть человек в процессе таубы сожалеет о содеянном. Чтобы искренне сожалеть, человеку следует обладать знаниями о последствиях, наказаниях за грехи. Каково будет положение человека, который ушёл из этого мира с такими-то грехами? Как грехи отдаляют человека от Господа? Когда человек осознаёт по-настоящему последствия грехов, только тогда в его сердце появляется искреннее покаяние. В другом хадисе говорится, что в момент совершения прелюбодеяния вера покидает человека. Это не значит, что такой человек сводит на нет существования Бога, истинность Хорана и так далее. Это значит, что он отдаляется от Аллаха. Что он не достоин называться му'мином. Человек должен знать о том, какие наказания его ждут за определённые грехи. Человек отдалится от грехов, когда он будет искренне сожалеть, когда в сердце появится страх, когда он будет задаваться вопросами, анализировать свои поступки, понимать, куда они ведут. Покаяние за совершённые грехи является обязательным, фарт. Этому есть прямые доказательства из Курана и Сунны Пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний в Куране говорит смысл «О верующие, обращайтесь к Аллаху с покаянием, все вместе, быть может, вы преуспеете». Сура 24, 31 аят. В других аятах говорится смысл «О вы, которые уверовали, искренне раскаетесь перед Аллахом в своих грехах». 66 сура, 8 аят. Поистине, Аллах любит тех, которые обращаются к Нему с раскаянием, и тех, которые содержат себя в чистоте. Вторая сура, 222 аят. То есть, самый первый вид очищения — это раскаяние и очищение от грехов. Аллах любит тех, кто раскаивается. Если мы желаем любви Аллаха, то и раскаяние для нас обязательно. Посланник Аллаха на благословитого Аллаха и приветствует в хадисе сказал, «Поистине, Аллах радуется покаянию своего раба больше, чем любой из вас, когда он неожиданно находит своего верблюда, потерянного в пустыне, Бухари, муслим». Разумеется, аллегория с верблюдом может показаться неактуальной в настоящее время. Однако, в те времена, в условиях пустыни и отсутствия инфраструктуры, жизнеобеспечения, наличия верблюда была жизненно важным. Соответственно, следует представить себе радость от неожиданного нахождения того, что казалось безвозвратно утраченным, и от чего могла зависеть ваша жизнь. Теперь рассмотрим, к какому виду фарда относится покаяние. Ведь в шариате есть обязанности, которые нужно исполнять сразу, или же предоставляется время для совершения обязательного. К примеру, когда человек обещает заколоть барана, или его сын женится, или дать садака, если у него родится ребёнок. По шариату, выполнение таких обещаний не имеет определённого срока. Так же и с паломничеством. Мнения учёных разнятся в этом вопросе. Одни говорят, что нужно совершить хадж в тот год, когда у человека появились средства. Также есть мнение, что достаточно совершить один раз в жизни. Что касается покаяния, у учёных нет разногласий в том, что покаяние не должно запаздывать. В любых обстоятельствах, если вы согрешили, то следом должны раскаяться, потому что грехи тянут за собой человека в адский огонь. В другом хадисе сказано, «Если доживёшь до вечера, то не жди, что доживёшь до утра, а если доживёшь до утра, то не жди до вечера». Нам следует спешить покаяться, так как смерть неизбежна, и человеку неведома, когда она наступит. В хадисе говорится, «Чему ты так радуешься и смеёшься, когда, возможно, твой кафон уже продаётся на базаре?» Особенно в наше время, когда есть столько причин для смерти. К примеру, перед крушением самолёта в Египте пассажиры сделали памятные фотографии. Разве они могли знать, что это их последние часы? В современном мире иллюзия безопасности окружает нас со всех сторон, обволакивая и убаюкивая. Но никто не знает, когда он проживает свой последний час. Смерть приходит неожиданно, поэтому человеку не следует тянуть с покаянием. Пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует. В хадисе сказал, «Кающийся в грехе подобен тому, кто вообще не совершал греха». В другом хадисе посланник Аллаха сказал, «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурную, и придерживайся благонравия в отношениях с людьми». Если вы совершили дурное, не отчаивайтесь в милости Аллаха, покайтесь и совершите следом благое. То есть, если вы согрешили, то первое, что должны сделать, это покаяние. Если вы искренне раскаетесь, то Аллах непременно вас простит. Это обещание Аллаха. Имамы говорят, что покаяние непременно будет принято при соблюдении всех правил. В Коране сказано, «И только Аллах, тот, кто принимает покаяние своих покорных рабов, прощая им грехи, в которых они раскаялись, и прощают по своей милости и милосердию нечестивые деяния, за исключением многобожия. Он знает все, что вы делаете, из добра или зла». Сура 42, 25 аят. Мусульманин, совершивший дурной поступок, может покаяться в совершенном грехе. Ведь Господь обещал принять покаяние. Но Аллах не принимает покаяние у грешников, которые, совершив грехи, только перед смертью желают покаяться. В Священном Коране приводится пример раскаяния фараона. Смысл? А когда фараон настиг потоп, он сказал, «Верю в Аллаха, в Которого уверовали сыны Исраила и Которому повиновались. Я из числа покорных, предавшихся Аллаху». Аллах не принял его обращение веру и его покаяние, потому что он сделал это вынужденно, будучи на грани смерти. А раньше он не повиновался Аллаху и распространял нечестие на земле. За это он умер презренным, неверным. Сура 10, 90-91 аят. Каков уровень тяжести дурных деяний, если человек оставит этот мир, унеся с собой грехи? Каково будет положение грешных и безгрешных людей в судный день? Какие грехи могут превратиться в большие грехи? По воле Аллаха расскажем об этом в следующих уроках. Пусть Аллах дарует нам искреннее покаяние, полезное знание, совершение деяний на основании знаний. И пусть эти благодеяния будут приняты. Субтитры создавал DimaTorzok